МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...что это был несчастный случай. Не поверив в это, родители погибшего заявили, что на месте происшествия следственная группа отработала халатно, не приобщив к делу ряд предметов, на которых имелись следы крови, фрагменты мозга и мышечной ткани. Отец погибшего уверен, что взрыв бочки был сымитирован уже после убийства. Пенсионеры требуют найти убийцу, который с особой жестокостью и изощренностью убил их сына. Поводом для убийства родители погибшего считают бизнес сына, который погибший разворачивал в Казахстане и России. Создана следственная оперативная группа и проводится объективное расследование. Решение не принято. Но по заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы не подтверждается факт убийства. С таким решением старики не согласны. На крайнюю меру пожилые люди, потерявшие сына, решились не сразу. Были целые месяцы переписки и визитов практически во все инстанции, вплоть до Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел. Отец погибшего добился переквалификации дела. С Генеральной прокуратуры пришло уведомление в прокуратуру нашей Восточно-Казахстанской области о незамедлительной переквалификации уголовного дела со 101 статьи на 96-ю пункт Д. Особо жестокое убийство. Однако, по словам Владимира Тарасова, местные следователи не только халатно отнеслись к расследованию, но и сообщили, что больше следственных мероприятий проводиться не будут. Акция протеста на площади привлекла внимание не только силовиков, но и прохожих. «Арестовать преступника и наказывать. И потом, значит, что еще нужно? Чтобы оперативная группа приехала с МВД. Мы больше пока ничего не требуем. Голодовать будем столько, сколько у нас силы хватит. Начинает муж голодовать. Он перестанет, потеряет, как говорит, сознание. Я начну, потому что мы потеряли в жизни все. У нас ничего нет. У нас нет ни сына, у нас никого нет сейчас». В течение нескольких дней с протестующими работали представители правоохранительных органов и администрации региона. Власть пошла на попятную, и родители погибшего бизнесмена пригласили принять участие в работе комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Приглашение пенсионера приняли, но от голодовки не отказались. «Я знаю фамилии 19 лиц, которые, ну как вам сказать, кровно заинтересованы, чтобы это был только несчастный случай. Именно поэтому так туго продвигается расследование обстоятельств гибели нашего сына». Родители погибшего бизнесмена отступать не намерены. Перед зданием областной администрации они сидят уже 6 дней, пока состояние здоровья упорных стариков удовлетворительное. Можно ли будет сказать, что удовлетворенными будут их требования, покажет время.